Снимали нижнее белье и прощупывали грудь. Воронежские школьницы пожаловались на досмотр интимных зон перед сдачей единого государственного экзамена в России. Все, по словам школьницы, из-за сигнала металлодетектора. Вместо Министерства образования нарушений не нашли. Сейчас делом занимается Следственный комитет и Российская прокуратура. Мы дозвонились до 62-й школы в Воронеже, где, по словам ученицы, их заставили показывать или снимать лифтчики перед государственным экзаменом. Нам завели, что выпускниц не просили делать ничего подобного. Подробнее материале подлинно шандрак. Если ты хочешь пройти на экзамен, тебе придется, скорее всего, снять лифтчик. Так, по словам одной из выпускниц, ей рекомендовала классная руководительница на досмотре перед единым государственным экзаменом. Инцидент в 62-й школе Воронежа вызвал огромный резонанс. Снимать безгалтер, как рассказала местному изданию, одна из выпускниц отправили как минимум 11 девушек, после чего у тех началась истерика. В мою аудиторию зашли три девушки без лифтчиков. Одну девушку не пропускали в корсете, других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Еще одна ученица Яна несколько раз не могла пройти через металлодетектор, так как тот издавал сигнал. Девушка сняла себе не только украшения, но и лифчик. Как пишет телеграм-канал Шот, делать это ей пришлось на улице при других учениках. То есть я положила его на стол, прошла без безгалтера и забрала безгалтер. У меня его отняли, его проверяли, стояли, крутили, то есть своими руками. Другой школьнице перед экзаменом пришлось даже снять трусы. В них находились металлические вставки. Но и на этом все не закончилось. Девушка, как видно из фрагмента видео с камер наблюдения, попросили поднять кофту перед металлодетектором и показать лифчик. Как утверждают школьницы, в сети неполное видео с камер видеонаблюдения. Мы позвонили в 62-ю школу Воронежа под видом об беспокойной матери, чтобы узнать, предпринят ли какие-либо меры на следующих экзаменов после случившегося. Вот что нам рассказал руководитель пункта ЕГЭ. Все будет проходить в штатном режиме, не переживайте за эти ситуации. Поэтому все работники пункта выполняют свои требования с учетом методических рекомендаций. Ваша задача — продумать форму одежды, чтобы никакие максимальные детали не вызывали сигнал тревоги. Все, не было этого. Простите, у дочки второй раз не вруди. Какие детали нужно продумать? ЕГЭ без бюстгальтера, ты запрашиваешь? На лиф, на лиф, нет никакой реактора. Ну а то, что я видела на видео, когда девушки показывали свои бюстгальтеры? Я не знаю, зачем девушки это делали, потому что никто не просил их снимать никакие бюстгальтеры. И показывать, да? Вместо министерства образования нарушений тоже не увидели. Мол, девушка осматривали охранники женского пола и к выпускницам даже не прикасались. В том, что выпускницы не заставляли раздеваться перед экзаменом, уверен и министр просвещения. Смотрели камеры с видеонаблюдением, поговорили с руководителем пункта проведения, с организаторами экзамена. На данный момент эта информация не подтверждается. Тема с раздеванием школьниц перед ЕГЭ обсудили уже и в Госдуме. Запутаты, в отличие от чиновников, стали на сторону выпускниц. Сам экзамен постресс для детей, а еще вот это публичное раздевание, что нельзя в наших детях перед преступником. Преступники те, кто, забыв о своем предназначении служения детям, как раз, классный руководитель заявляет. Хотите сдать и задать и раздевайтесь? Не хотите, слушайте, я бы просто отстранил этих людей сейчас, как право заниматься педагогической деятельностью. Мы все тоже родители. И как реагирует каждый из вас, если ребенка будет раздевать? Кто-то придумает? Кто разрешил? Приглашайте уполномочного, по правам человек, мы его с вами назначаем. Если у вас не хватает инструмент влияния, мы этого ждем. Чтобы комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, практически в круглосочном режиме мониторил ситуацию и спрашивал те, кто такие перегибы допускает. Глава Лиги безопасного интернета, специализирующийся на доносах, попросила показать полное видео с камерой и запись улицы перед входом в школу. По словам Екатерина Мизулина несколько дней подряд, она получает жалобы от девочек, следственный комитет и прокуратура уже начали проверку. Полина Шандрат, для программы Вот так.